День больших перемен сегодня отмечаем в прямом эфире и вот все-таки перемены лучше совершать постепенно мы говорили уже об этом да и лучше всего чтобы кто-то подтолкнул вот мне например нужен толчок не такой это плохая идея вот так не делай это плохой пример я тебя там щупать я имел ввиду моральный толчок да ну а моральных толчках и вот и физических толчах волшебных пенделях нам расскажет наталья залевская это психолог здравствуйте доброе утро доброе утро наталья с чего начать все таки действительно с какого такого толчка вот я проснулась утром и говорю себе я хочу перемен вот хуже когда ты такой живешь живешь и не понимаешь что тебе нужны перемены такой живешь живешь вот чего-то вот вот хочешь а вот чего не знаешь вот что с этим делать у нас два варианта хочешь перемен и не знаешь что хочешь как с этим не знаешь каких хочешь да что делать ну по своему развитию мы все равно человек человек такое существо которое развивается ему перемены нужны и важны и монета начнут деградация да и он слежит и никуда не пойдет когда мы хотим перемен но это самый простой на самом деле вариант тут главное посмотреть вокруг себя чего я хочу что для меня важно а что я хочу изменить своей жизни тут мужу можно выстраивать какую-то цель понимать куда иду и уже какие-то шаги чтобы прийти к этой цели там куча разных методик как этому прийти а давайте вот очень простая простой пример человек хочет заняться спортом или похудеть и вот сегодня утром он такой все худею не ем занимаюсь спортом и хватает его буквально на неделю это еще это еще много неделю да потому что вечером уже бывает как-то уже купил тортик нормально решил отметить день перемен ну вот как вот не сойти с этого пути вот ты вроде бы запланировал все у тебя есть желание но бац потом куда-то надевается ну начнем со слов во первых уберем фразу похудеть да что неправильно а поставим фразу построить отлично или стать более стройным стать более красивым потому что слова слова похудеть там слышите какое слово до зложно куда понятно хорошо почему не получается правда такое бывает начинают заниматься спортом и вроде бы и убей правильное питание но не получается чаще всего происходит потому что мы это это наше не мое желание то есть это не я хочу похудеть а у меня например муж сказал что как-то ты так не так или социум на или социум навязывать сейчас вот это агитация такая спорт идет я за спорт всегда не за это но настолько навязывая да и человек уже не принимает это решение как свое а как а как нужно принять то нужно принять да чтобы это решение было твое или нужно нащупать свое решение какое-то как Может, и не надо, да, худеть? А может быть, и не надо, да, потому что, знаете, когда периодически я вижу девушку, которая совершенно стройная, и она себя диетами загоняет и говорит, нет, у меня лишние 200 грамм, вот, это, понимаете, это уже болезнь, да, да, вот. И тут, наверное, почему еще уходят, да, вот с этого, вроде выстроили план, вроде, да, это мое решение, я правда хочу постройнеть, там, мне не хватит, там, тройку килограмм сбросить, ну, правда, через неделю торт, там, гамбургер, еще что-то, да, и все сходится. Ну, во-первых, есть такая психологическая штука, когда нам начинать что-то запрещать, мы этого хотим еще больше. Как быть? Да, представьте, ели сладкое, ели, то он говорит, все, нельзя. Или санкции. Ты начинаешь еще больше ходить, это запретный плод сладок. А тут не запрещать, есть такое понятие режима еды. Что делать, как же? Есть каждые три часа, например, да, есть одно из правильных, да, таких, правильно выстраивать употребление белков и углеродов, то есть углеводов. И все это есть, и это все доступно даже в интернете, и у нас сейчас много специалистов, которые это прописывают. При этом вы можете есть даже сладкое, но просто в определенное время суток. И не лишать себя. А скажите, Наталья, когда лучше начинать? Вот многие там с понедельника, с первого числа? С понедельника не начинаете. Как перестать откладывать и уже начать? Начинать здесь и сейчас. Здесь и сейчас. Не вот сижу в среду, так, и думаю, так, все, вот с понедельника начну новую жизнь. Не начнете? Нет, больше процентов не начнет. А прямо здесь и сейчас, вот в эту среду, вот прямо сейчас я начинаю новую жизнь. То есть сегодня на ночь я не ем пельмены с майонезом. Нельзя пельмены с майонезом? Ну на ночь нежелательно, когда вы хотите постранить. Жалость какая. Хорошо, вот с неоткладыванием мы разобрались. Какие еще есть правила о том, вот как запланировать перемены и как все-таки двигаться к этой своей цели? Давайте, основные правила, которые я уже проговорила, да, надо понимать, что эта цель моя. И это правда хочу я, ни мама, ни социум, ни кто-то. Нужно понимать, что эта цель соответствует моим жизненным ценностям. И берете, есть такое понятие, как называется эффективное управление времени. То есть я беру, открываю ежедневник свой, расписываю туда свои планы на день. И в эти планы я встраиваю новые шаги к своей цели. То есть выделяю там, не знаю, определенное количество времени. Теперь вот решила я прочитать всю классику. Вот что там мне там, не знаю, 19 века. Теперь каждый вечер там с 9 до 10 я читаю. То есть это время, оно у меня выведено для чтения. То есть не сериалы смотреть, да, свои любименькие, под которые расслабляешься, а читать, например, Анну Каренину или Войну и мир. Все просто достаточно, действительно, вот таким вот принципом. Ничего лучше планирования, я так понял, не придумали. Спасибо. Ну, 21 день, это как минимум нужно себя поддерживать в этом графике, потому что вырабатывается привычка. Понакатанный. А лучше еще дальше 40. Вот 40 дней, это уже вырабатывается у нас такое бессознательное движение. То есть это уже наше убеждение в нас вкладывается. Спасибо. Мы узнали не только про 21 день, но еще и про 40. Да, действительно, благодарим вас о том, как начать жизнь с чистого листа, независимо от возраста, нам рассказала психолог Наталья Залевская. А далее у нас рубрика «День в истории».